Друзья, всем привет! С вами снова Татьяна Нагорнова и у нас сегодня новый тест бренда Tami Tanuka. На повестке дня их новая палетка, которая называется Дивноглазый блудный кот. Блин, не могу это никак выговорить. Дивноглазый блудный кот. Она выглядит вот так. Достаточно пастельная гамма. Как раз-то и посмотрим, как это все смотрится на глазах. И также я купила пудру, которая называется Пили на спокойствие. И как раз-таки, я думаю, обзор стоит с этой пудрой и начать. Итак, девчонки, не откладывая долгий ящик, погнали! Ну и давайте, я только что нанесла свой тон. Как раз-таки обычно на этом этапе я все закрепляю пудрой. Пудра, кстати, на удивление выглядит неплохо. Почему я говорю на удивление? Потому что я знаю, что Tami Tanuka, это инди-бренд российский. У них все упаковки делаются вручную у нас в России. Это не заказано, ну, по крайней мере, как они говорят, с Китая. Вот, все пришло вот в такой коробочке. Здесь написан состав. Давайте его посмотрим. Первое место. Ариза сатива. Господи, что такое Ариза сатива? Давайте я погуглю и напишу здесь прямо на экране, это тальк или нет. На втором месте силика, на третьем магнезиум ми-ристрат. Также, что мне здесь понравилось? Друзья, дата изготовления этой пудры 12-е, 20-е. На секундочку, она мне пришла еще 31 января, и это, наверное, самая свежая пудра, которая у меня когда-либо была в жизни. Потому что, блин, ей всего лишь один месяц, она еще такая маленькая. Я ее вчера потрясла, и у меня тут достаточно много выспалось. Но, в принципе, здесь есть такой классный механизм, знаете, вот так вот закрывать эти дырочки. И если вы поедете куда-то в поездку, это очень круто, потому что даже моя пудра от Hourglass вот этого механизма не имела. И бывало такое, что, ну, блин, разлетается все, ну, пойми куда. Я, как человек жирной кожи, очень хочу, конечно же, в первую очередь, матирование. И, насколько я вижу, матирование здесь есть и клевое. Вот, поэтому меня все пока устраивает. Мне кажется, эта пудра будет немножечко подсушивать людям кожу, ну, потому что пока что у меня лицо выглядит так, достаточно сильно запудрено. Но я не против тому, что у меня совсем скоро будет выделяться кожное сало, это все перемешается. Давайте под конец моего макияжа мы вернемся еще раз к моей коже и все проверим. Ну, и давайте переходить к макияжу глаз. Я заказала эту палитру в формате пробников. Мне, кстати, нравится, что у этого бренда есть такой формат. Давайте я вам покажу для сравнения, как выглядит большая палитра. Вот, такая у них разница. По-моему, тут рефила, кстати, в 4 раза меньше. Так, ну, и давайте будем начинать. Мне кажется, что, конечно же, здесь не совсем полноценная, возможно, цветовая гамма. Об этом и сама Тами Танука написала на сайте. Там сказано, что эта палитра неполноценная, к ней могут потребоваться дополнительные какие-то оттенки. И на самом деле я не против, потому что, мне кажется, у всех уже, девчонок, есть какая-нибудь одна базовая палитка. Я, наверное, сегодня вот эту буду использовать. Взяла китайскую кисть из белочки и начну вот с этого оттенка. Это достаточно светленький, бежевый цвет, немного пылит. Давайте посмотрим, как он переносится на века. И вот смотрите, какая гамма. Я, когда ее увидела, я подумала, что Тами Танука вдохновлялась современными трендами и геол, и тиктокными макияжами. Там девчонки в основном берут что-то такое пастельное, наносят это на все века и делают какие-то графичные стрелочки. Все прекрасно растушевалось, наносится обалденно. Мне все нравится. У меня к Тами Танука вообще есть только одна претензия. Это то, что, блин, друзья, это безумно дорого стоит. Вот такая милипуся стоит 1200 рублей. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Тяжело конкурировать с большими фирмами, что никогда инди-бренд Тами Танука не будет стоить так же, как какой-нибудь L'Oreal или такой концерн, как Nars. И, ну, не стоит даже сравнивать эти вещи, потому что люди делают все ручным трудом у себя на мини-фабрике во Владимире. И это не то же самое, чем огромный завод, там, Colourpop, который стоит где-то в Лос-Анджелесе, по-моему, да. Вот, понятно, что у них объемы там намного выше, и цену они могут делать намного меньше. Вот, ну, все равно, мой внутренний скряга каждый раз сжимается, когда я просто, блин, 1200 рублей. Понятно, что они пропагандируют покупать большие палетки, там даже на сайте написано, что вот этот объем, он намного выгоднее, потому что здесь в 4 раза больше самих теней, а разница в цене не в 4 раза. Это 1200, это 2000 рублей объем стоит. Но просто я для себя поняла, что с моим количеством теней я даже вот это вряд ли когда-то до конца исчерпаю. Ну, и смысл мне, особенно такие не самые ходовые цвета, покупать в большом объеме. Так, этот же цвет из Та Метанука нанесу на нижнее веко. Вот, думаю, что бы мне сделать, думаю, на внешний уголок я нанесу вот этот вот сатинчик, который такой немножечко бронзовый, такая нежная-нежная бронза, а на внутренний уголок вот этот голубой. Кстати, по цветовой гамме мне здесь, в принципе, все устраивает, кроме вот этого оттенка. Вот этот оттенок, это просто такой бледно-розовый растушевочный. Лично мне он ни в какой палетке нафиг не нужен, даже вот в этой моей самой любимой. Этот розовый у меня всегда лежит без дела. Как-то у меня и так все всегда растушевывается, мне приходится к таким оттенкам прибегать. Нанесу пока это все кистью, посмотрим, может быть... О, да, блин, как красиво! Какой оттенок обалденный! И кистью, кстати, классно наносится. Я вот не любитель пальцем в палетке лазить, поэтому это тоже для меня большой-большой плюс. Это очень нежно смотрится, и это не совсем бронзовый оттенок. Это... Я даже не знаю, как сказать. Это такая нежная-нежная... Нежный-нежный шиммерный коричневый с розовым переливом. Ну и давайте сейчас эту нежнятину испортим. Не испортим. Давайте... Нет, давайте сегодня не будем ее портить. Нанесу я тогда, как хорошая девочка, вот этот розовый оттенок на внутренний уголок, а потом посмотрим, сможем ли мы куда-то пристроить этот голубой. Так, ну вот розовый я наношу. Конечно же, перелив такой получается из этих двух оттенков, но мне это не очень нравится, потому что оттенки довольно близко друг к другу находятся по цвету, и разница между ними... Она есть, конечно, но такая легкая, неуловимая. Ну вот что просто. Кажется, что у меня просто внутренний... Вот на этом глазе заметно. Уголок чуть светлее, а затем становится чуть темнее. Ну вот, в принципе, это и все. Из одной семьи эти два оттенка. Все-таки давайте, чтобы совсем скучно не было, возьмем вот этот код у нас дивноглазый. Может, я тоже стану дивноглазой сразу. Девчонки, это шиммер. Это не просто голубой. Он имеет явный зеленый и золотой шрифт. Причем на глазу он смотрится более таким зелененьким. Друзья, подвинулась к вам поближе, чтобы вы заценили, насколько этот цвет меняется на глазах. По крайней мере, без подложки. Он больше уходит в такой бирюзовый красивый оттенок. Да, голубой просвечивает под определенным углом, но все-таки он больше становится таким бирюзовым. И, в принципе, мне все нравится. Но если вы ждете от этих теней какого-то суперсияния, как у Худы, как у Анастасии Беверли Хиллз, я бы сказала, здесь его нет. Давайте, может, попробуем наслоить пальчиком. Может, что-то от этого изменится. Ну, стало чуть поярче. Я наслоила розовый оттенок. Все-таки, да, пальцем чуть поярче. Может быть, я бы попробовала наносить еще на липкую подложку. Так, наслоила чуть-чуть на глазах. И смотрите, эти два оттенка на пальцах выглядят почти одинаково. Вот это розовый, вот этот, ой-ой, более бронзовый. Ну, они очень близки. Поэтому, конечно же, к составлению палитры у меня возникли вопросы. Первый вопрос, вот эти два шиммера, да, зачем они так близки друг к другу, почти одинаковые. И третий момент, зачем вот этот белый растушевочный. Ну, блин, ребята, напишите в комментариях, неужели вы пользуетесь вот этими бледными растушевочными. Просто я, ну, блин, даже если в палетке ничего такого нет, ну, можно же взять, не знаю, хайлайтер для этой цели. Да и вообще, если тут нету темных оттенков, я понимаю, там какой-то черный или темно-зеленый в кожу вводить, нужен такой светлый растушевочный, но тут и так одна пастель-пастель. Зачем этот цвет? Это трата рефила. Ну, или у Тами была такая идея, что вообще сделать супер-пупер нежнейший макияж все века, например, вот этим бледным матовым закатать и, не знаю, в уголочек добавить сияшку. Ну, может быть, может быть, но мне такое не очень нравится. Давайте я закончу оформлять свое лицо, сделаю себе стрелочки небольшие, накрашиваю ресницы и вернусь к вам уже с финальным результатом. Так, готово. Теперь я тоже темноглазый блудный кот. Вот, ну, как сказать, девчонки, наверное, эта палеточка, первое мое впечатление такое, что, скорее всего, это была не совсем оправданная трата 1200 рублей, но, в принципе, получается неплохо. Давайте не будем делать поспешных выводов и я сделаю с этой палеткой еще второй макияж, но уже потом мы перейдем к выводам и действительно с вами порассуждаем. Стоит ли заказывать и впредь вот такие микро-палеточки или, может быть, как-то более выгодно потратить свои деньги. Так, друзья, продолжаем тестировать нашего кота. И я, наверное, сегодня хочу сделать пастельный такой макияж. Вообще, эта палетка пастельная, если вы еще не заметили или если я еще этого не заметила. Потому что я тут на днях посмотрела на косметисте обзор на эту палеточку и увидела, что вот этот оттенок, он, в принципе, на бледной коже достаточно ярко смотрится. Так, конечно, он пылит тоже. Есть такое дело у Тамид Анука. То есть вчера я ругалась на него, но беру свои слова обратно, он на коже заметен. Это не то, что такой совсем уж прозрачный нюд. Это такой бледненько-розовый. И если вы более белокожий, чем я, а у меня на самом деле не самый такой светлый тон кожи, как выяснилось по тональным кремам, то, наверное, на вас будет более заметно. Так вот я вот нанесла, я уже вижу. Еще, какие мои мысли? Сегодня уже второй день, когда я это все тестирую. И первое впечатление, когда я именно красилась, у меня, ну, как мне кажется, было не слишком позитивное. Но, друзья, я потом с этим макияжем проходила целый день. Даже не то, что целый день, я более 12 часов с ним проходила. И бывает иногда такая штука, что, блин, выглядело настолько красиво, что когда я себя ловила в отражении в зеркале, у меня прям глаз радовался. Я каждый раз мимо проходила, на себя взгляд падала, и думаю, блин, ну как же красиво, обалденные цвета. И мне очень нравится вот этот вот растушевочный оттенок. Он, знаете, и не теплый, и не холодный. Несмотря на то, что он пастельный, он все равно навеки заметный. Смотрится, в общем, нежно, аккуратно. Мне очень нравится. И пока я снимаю это видео, Тами Танук уже опять начала травить нам душу. Я подписана на их инстаграм-аккаунт, и они объявили очередную лимитированную палетку, которая называется «Сестры-воительницы». И там тоже очень клевые оттенки, и мне ее тоже уже захотелось. Блин, наверное, давайте я вот этот вот нежно-бронзовый оттенок нанесу почти на все подвижное веко, а также хочу сегодня использовать вот этот золотистый. Нет, что-то, что-то смотрю, получается очень похоже на то, что было вчера, поэтому меняем цветовую схему. Пусть этот оттенок будет только с внешнего уголка. Вот, а на все остальное подвижное веко буду наносить золотистый. Все, все, друзья, все, все свои слова беру назад, потому что вживую это так красиво и так нежно смотрится. Так, в общем, друзья, этот золотистый оттенок, он на самом деле и не золотой. Это такой нежный золотисто-персиковый оттенок. Вот реально на веках выглядит как нежнятина-нежнятина. Камера не ловит этих нежных переливов, но все вот эти оттенки, вот этот бронза и вот этот желтенький, у них одинаковый персиковый отблик, поэтому они между собой очень красиво дружат. Единственное, что я думала, что же мне сделать с какой-нибудь изюминки в этом макияже. Так, специально сдвинулась. Хочу посмотреть немножечко вдохновения. Хочу пустое место вот сюда вставить макияж из Инстаграма от одной девушки, которая уже сделала очень оперативно обзор на эту палетку. И у нее реально так круто все получилось. Пожалуйста, посмотрите сюда и подписывайтесь на эту девушку в Инстаграм. Ну, а я посмотрю, что еще можно... Как разнообразить этот макияж? Наверное, давайте сделаю вот этот бирюзовый красивый. Точнее, на все нижнее века. И опять-таки, видите, какой он обманчик. Тут ярко-голубой, на веки это больше бирюза прям. Такая желто-зеленая. Вот что у нас получилось. Мне все-таки хочется немножечко затемниться. Возьму, наверное, вот этого сливового оттенка из моей, как всегда, любимой палетки Lime Crime. Конечно, я понимаю, что вот это мое затемнение, оно в данном случае может быть и абсолютно не нужно. Но как-то я привыкла, мне без него как-то неспокойно. Хочу все равно чуть-чуть притемнить внешний уголок. Тем более, я сейчас собираюсь снимать и другие видео на мой второй канал. Кстати, кто не знает, у меня есть еще и второй канал, посвященный похудению, посвященный правильному питанию, спорту. Там также выходят тренировки, которые, правда, веду не я, а мой партнер, профессиональный тренер. Переходите и подписывайтесь на этот канал тоже. Так, добавила немножко внутреннего уголка. Хочу сейчас подвести века своим одним из самых любимых карандашей в таком зеленовато-бирюзовом оттенке тоже. Это Urban Decay в оттенке Junkie. Накрашу глаза. Хочу сделать себе стрелочку гелевой подводкой от Mable. Ну и вернусь уже к вам с финального года. Друзья, готово. Пыталась я тут сделать стрелки. Стрелки это вообще не мой конек. Я вообще думаю, что они, наверное, не слишком идут. Но с такой палеткой, тем более, которая называется Девноглазый кот, ну просто нельзя не делать стрелки. Плюс, ну, мне кажется, нужен какой-то акцент. При пастельном макияже как раз-таки это должны быть стрелочки. Кстати, вот этот карандаш безумно круто подходит под эти голубые тени. Поэтому, я думаю, последний макияж я хочу сделать с бирюзовым оттенком на все подвижные века. Возможно, затемню как-нибудь вот этим карандашом или сделаю из него подложку. Все пока нравится, носится отлично, растушевывается хорошо. Единственное, конечно, мое теперь замечание, замечание второго дня, что матовые оттенки оба очень сильно пылят. И страшно до них кисточкой докоснуться, потому что от одного прикосновения просто ворох какой-то пыли вылетает. А тут и так рефилы микроскопически, вот, меньше, чем мой ноготь. И просто кажется, что оно неосторожное движение кистью, и все. Этот рефил мгновенно кончится. Ну, на сегодня это все. Переходим в следующий макияж. Переходим к третьему макияжу. И сегодня я хочу выжать просто максимум из этого дивного кота, Девноглазого. Поэтому я хочу использовать подложки. Я думаю, на все века я нанесу вот такую подложку из своего самого любимого бирюзового-зеленого карандаша в оттенке Джанки. А в уголочек у меня есть вот такие жидкие тени от Кика. Думаю, буду использовать их. Ну что ж, давайте начинать. Посмотрим, на что способен наш код на максималках. Мне, кстати, все эти дни хотелось что-то такое сделать с этой палеткой, чтобы посмотреть, как раскроется этот дуахром на подложке. Сильно ярко наносить не буду. У меня и так немного ярковат этот карандаш. Но бледно-бирюзовой подложки у меня, к сожалению, нет. Вот. Но ничего, тем ярче будет смотреться. Поэтому стараюсь наносить таким достаточно тоненьким слоем. Сколько лет уже этим гелевым карандашам от Urban Decay. И все равно я их до сих пор люблю. Нашла, в принципе, конечно, одну альтернативу в этом году. Российскую фирму ОК Бьюти. Но Urban Decay до сих пор в моем сердце. И если будут какие-то скидки на этот бренд, я их палетки уже покупать особо не хочу. Но вот новые карандаши каких-то интересных я бы прикупила. Готово, конечно, пока не совсем аккуратно получилось. Но ничего, я думаю, мы тенями все исправим. Переходим к нашему коту. Я его, кстати, вчера почистила. Записала для вас видео, как я это сделала. Давайте начнем, наверное, как всегда, с этого растушевочного оттенка. Я, возможно, тут чуть-чуть подложкой переборщила. Сами знаете, как бывает. Это как с челкой. Начинаешь штрить челку. Чуть-чуть тут подровнял, тут подровнял, тут подровнял. Вот и получилась такая челка. У меня также с подложками. Так, наверное, мне бы хотелось еще вот этот розовый попробовать. Мне кажется, на мне его плохо видно. Кисточку какую-то тоже. Заява. Вот у вас у всех, девчонки, у кого есть заява, у меня 224-я. Вот она мне сразу пришла вот такая, как метла. Ничего не могу с ней сделать. Она у меня такая разлапистая. Нет, это, кстати, была хорошая идея, потому что у меня вот эти границы тут достаточно непотребно выглядят. А этот светлый оттенок, он все-таки ситуацию исправляет. Ну, в принципе, и хорошо. Хорошо, давайте перейдем к гвоздю нашей программы. Я вчера сюда заехала случайно ногтем, он теперь немножечко пострадавший, этот оттенок. Но ничего страшного, на качество это не повлияет. Блин! Ну, подложки это все, девчонки. Вот если говорить о какой-то макияжный челлендж на 2021 год, я хочу использовать подложки. Ну, потому что посмотрите, какая красота. Такого оттенка можно, наверное, только увидеть. Но это не только с этими тенями. Вообще, насколько круче все раскрывается на подложках. Просто бомба. Столько дней мы уже делаем макияжа с этой палеткой, и я еще такого от этой палетки не видела. Однозначно. Я теперь буду носить этот оттенок исключительно на этот карандаш. Все. Надо зайти скорее на сайт Art Makeup. Надо идти закупиться карандашами, потому что, ну блин. Вот на этой неделе я протестировала палетку Tom Ford Pretty Baby. Знаю, что многие ее любят, но для меня она, если честно, никакая. Особенно без подложек. Она меня разочаровала. Я даже подумала ее продать. Но после того, как я попробовала ее на подложке, она мне понравилась. И я ей решила дать второй шанс. Вот. И то же самое сейчас мы видим с этим котом. Конечно, мне эта палетка нравилась. Но она была такая пастельная, такая нежненькая-нежненькая. А все-таки мне иногда хочется чего-нибудь такого. Баба мистого вырвиглазного. На стык я наношу немножечко вот этой бронзы. Нежная бронза, назовем ее так. Боже, как красиво. Эта бронза тоже просто суперкруто выглядит на подложке. Мне на самом деле намного больше нравится. Давайте я на нижний век нанесу немножечко этой нежной бронзы. Отдельный респект Тами Танук за подборку гаммы. Вот казалось бы, да, эти оттенки на первый взгляд, ну, наверное, не сочетаются. Но у них у всех есть что-то общее. Вот этот их шифт. Камера это не слишком хорошо передает. Но вот вживую я вам честно говорю, что это все выглядит просто волшебно. И сразу видно, что это гармоничный макияж. Тем же самым, кстати, занимается Наташа Динона. Я вот за что люблю ее палетки пятерки. Так за то, что мало кто бы догадался сочетать такие оттенки в макияже. Розовые, серовато-зеленые. А это реально круто выглядит. И у Тами тут такая же история. Я бы не догадалась эти все оттенки засунуть в один макияж. Но когда это произошло, блин, ты просто сидишь и фанатеешь от своего мейка. Потому что это очень гармонично и очень красиво. Так, ну, в принципе, я, наверное, ничего больше с этим мейком делать не буду. А хотя бы буду. Давайте хотя бы один раз попробуем добавить в уголочек вот этот золотистый вместо моей обычного светленького сиятора. О, боже, да. Так, ну, я думаю, я закончила. Давайте я уйду доделывать стрелки. Сделаю, наверное, еще себе. Подведу, конечно же, свои ресничные края. Немножечко растушую. Не знаю, мне немного не нравится, что у меня внешний уголок не затемнен. Хотя, вот, знаете, вживую это все выглядит гармонично. На камере, может, я отдалюсь, это тоже будет заметно. На камере все-таки есть такой немного эффект, что что-то бы сюда хотелось. Ну, давайте я сначала это делаю, а там мы уже и решим, будем ли мы что-то менять или нет. Итак, друзья, давайте перейдем к выводам. Сделала я целых три макияжа с этой палеткой. Мне кажется, для палетки шести оттенков это достаточно много. Мы с вами их попробовали и на подложке, и без подложки. И что же я хочу сказать. Мои отношения с этой палеткой менялись течением времени. Если первый макияж мне показался каким-то скучным, тоже блеклым, неинтересным, я постоянно, наверное, не очень люблю оттенки. Но уже в первый же день я заметила, насколько это все красиво выглядело. Я прям реально смотрела на себя в зеркало и не могла налибоваться. И также отметила, что тени оказались очень стойкие. Я первый день проносила их 12 часов, и они не потускнели, не осыпались, ничего с ними не произошло. Мне это очень понравилось. Ну, а потом я вообще их распробовала, и финальный день сегодня, когда я делала на подложку, мне понравилось это все еще больше. Поэтому, наверное, я буду особенно голубой оттенок носить на подложку, а для каких-то ежедневных мейков подойдут эти оттенки. И без подложки они тоже очень ярко смотрятся. Также, что хотела бы сказать по поводу вот этой пудры. Заказала себе я пудру. Я так понимаю, это минеральная пудра. И, друзья, мне не очень она понравилась, к сожалению. Хотя мне понравилось, как она сделана. То, что тут есть вот этот вот механизм с перегородкой, что можно ее закрыть, если вы куда-то едете, чтобы там все не растрясалось. И эта пудра очень мелкого помола. Она реально вот такая вуальная. Но, к сожалению, на лице она дает эффект такой запудренности. А еще я заметила, что она немного подсушивает кожу. Так как у меня, как вы видите, уже даже сейчас кожа супер жирная, то если мне что-то подсушивает кожу, мне кажется, на людях с сухой кожей она будет просто высушивать ее в хлам. Это, конечно же, не точно. Давайте дождемся обзоров девочек с сухой кожей. Но и такая вероятность есть. И это точно не моя самая любимая пудра. Ну и что касается этого бренда, давайте я вам еще расскажу еще раз пару буквально слов. Это российский инди-бренд косметики, основанный девушкой, которую зовут Тамила. И он существует еще с 2012 года. У этого бренда просто потрясающие пигменты, которые я очень люблю. И тоже хочу обязательно сделать видео, где я использую эти пигменты. Но начиная с этого года они начали выпускать палетки. У меня есть все три палетки в запуске, которые называются яйца. У них такая там есть предыстория, что это как будто магическая вселенная, где происходят различные вещи. И все их, эти палетки, это как будто в магазинчик зелий приносит какие-то яйца, и из них вылупляются разные существа. У нас уже вылупился умиротворенный земляной дракон, у нас уже вылупилась бойкая шиншилла, и вот последний вылупился этот кот. И, наверное, когда я эту палетку получила, я думала, ну что, возможно, стоит сделать перерыв. Все-таки много других классных палеток выходит. А у них уже готовится вылупляться палетка с рыбкой. Там уже четыре оттенка открыты из шести. Я вставлю вот сюда ее картинку. Посмотрите, какие интересные сиренево-голубые оттенки. Мне она очень заинтересовала. Также у них готовится вылупляться павлин. Точнее, он уже вылупился, и вот-вот палетка ждет своего выхода. У павлина у нас уже открыто тоже четыре оттенка. Я их вставлю вот сюда. Тоже посмотрите, как это интересно и круто выглядит. Блин, и мне из-за этого опять хочется покупать это метануко. Но зачем они делают такие красивые подборки цветов? Плюс, что мне нравится. Моя самая первая палетка земляной дракон в большом формате. И маленький. Этот, друзья, действительно супер маленький. Но давайте я вам для сравнения покажу. Вот стандартная пятерка от Dior. Если мы с вами этого кота наложим на Dior, то вы видите, кот, он даже будет поменьше. Ну, а если мы по толщине посмотрим, то он ровно в два раза уже. И поэтому можно в путешествие взять вот таких несколько малышек. И я это очень люблю. Потому что я всегда в путешествии мучаю, что чем мне там краситься. Я не хочу и не люблю брать там одну какую-нибудь вот такую скучную палетку. И потом, ну, блин, страдать. Потому что что-то все такое скучное, неинтересное. Мы с мужем часто едем путешествовать еще и надолго, там на две-три недели. Насколько нам понравится в этом городе находиться. А тут можно таких малышек набрать с собой целую кучу. И без зазрения совести, что ты будешь какой-то перевес создавать, уже радоваться разным макияжем. Поэтому я обязательно хочу купить этого павлина. Я, скорее всего, куплю рыбки. И также у них периодически еще выходят лимитированные палетки. Летом это была какая-то палетка со львом. Но она уже не продается, и ее нет. И сейчас должна выйти лимитка с сестрами. Я тоже сюда вставлю картинку, если я найду, как эта палетка будет выглядеть на момент создания этого видео. В общем, мне этот бренд очень интересен. И я давно уже хотела поддерживать не только американские инди-бренды, да, такие как и Juvia's Place, Beauty Bakerie, но и что-то из российского поддержателя. Мне эта палетка как по итогу понравилась. Мне интересно было попробовать такие пастельные оттенки на себе. Они прекрасно все наносятся. Матовые единственные пылят в рефиле, но не осыпаются на глазах. Поэтому тут у меня никаких проблем не было. Да, конечно, тени микроскопические, но в этом есть и их плюс, как я уже сказала. Можно их брать с собой в путешествии. Если вам нужны большие рефилы, покупайте вот такие палетки. Даже на сайте самой ТАМИ написано, что по граммам соотношение цена грамм так будет намного выгоднее. Так, напишите, как вам понравился обзор этой палетки. Хотите ли вы посмотреть обзор на пигменты от ТАМИ Танука? А также заинтересовались ли вы этим брендом и планируете ли у них что-то еще брать? Я думаю, на сегодня это все. Большое спасибо за ваше внимание и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok